Почки заячьи верченые, головы щучьи с чесноком, икра красная, икра черная, икра заморская, баклажанная. С легкой руки Леонида Гайдая русская традиционная кухня приобрела в народе лощеное лицо. Между тем, на деле наши предки кулинарными изысками баловали себя нечасто. Русская православная кухня – это синоним русской кухни. Она, конечно, такая специфическая, но в целом она достаточно бедная. Почему бедная? Потому что в нашем климате, понятное дело, ананасы не растут. Традиционный русский быт и православие переплелись настолько тесно, что церковная кухня легла в основу национальной. Мало мяса, много рыбы, злаков, грибов и бобовых – вот основа русской кулинарии. Ведь порой в православном календаре больше трети года – постные дни. Отсюда и пошли десятки блюд из картошки, гороха и даже обычной овсянки. Овсянки сельнынче можно найти только на полках диетического питания и задорого. А вот моченые яблоки днем с огнем не сыщешь. А между тем, это самая настоящая, традиционная русская национальная кухня. Такие необычные десерты нынче можно попробовать разве что в трапезных больших храмах и монастырей. Благо дело, время для подобных дегустаций подходящее. И хотя в этом году крещение приходится на постную пятницу, разгавление вполне уместно. Истори, праздники Рождества и Крещения людьми православными не разделялись. Древняя церковь отмечала их вместе. Светлые праздничные недели предварял строгий рождественский пост, длившийся 40 дней. Ну, после праздничной службы все шли разговляться, соответственно, уже там можно было вкушать все виды пищи, растительные, всякие, которые там, ну, мясо, яйца. Все это можно было уже после Рождества вкушать. Поэтому ограничений нет. Святки на святках, нету поста в среду, пятницу. Все вкушают, целую неделю радуются. И поэтому кушают все подряд. Получается, на Крещение за столом можно ни в чем себе не отказывать. Даже если праздничная дата выпала на постную среду или пятницу, как случилось в этом году. Мясо, молоко, яйца. Главное не предаваться излишней грехучьего угодия. И помнить, что смысл светлого праздника отнюдь не во вкусной еде. Юлия Шагунова, Сергей Кудаков. Новости Уллправда ТВ.